добрый день здравствуйте проживаю в москве и области интересует меня точной науки историю вот немножко сейчас занялся вот судя по вашим комментариям какой-то радикальный максимальный соммунист революционирует и более не совсем не ты думаешь ты совсем так я за как он вызываю никого убивать там был комментарий просто я немножко уставший был и неправильная пунктуацию это не считайте что это металла то собирано бывает за справедливости просто разумной до цивилизации жить и без войны там желательно конечно но по возможности но комментарий знаете почему нет даже выкладывать ну не то что выпрек вам просто я смотрела людей которые там на вашем канале рассказывают там страшат людей там ужасами гул бага там репрессий сталинских вот у меня как раз я об этом хотел говорить обо я хотел начиная с династии романа то не самого начала просто нам как вы тоже как упоминает вот я понимаете как тут взгляд со стороны я примерно представляю что вы сейчас хотите уйти в живо не могу желать какие-то подробности доказывать что стали хороший что коммунизм хорошие коммунисты хорошая революция все класс вы хотите идти в этом направлении ну замечательно быть не будем просто на это тратить время понятно что вы скажете это ваша точка зрения вам нравится такая версия вместо какой точка зрения ученые историки то есть изучали несколько лютых коммуняк верующий вы в эту версию описали кучу преданной темы и все вы верите вот в эту версию у нас получается что историки обманывают у нас много кто обманывает вот много кто нас опаду и вот одни люди говорят оба вторые и говорят второе а большинство народа не может сосредоточиться может каверой всплыли но давайте вот просто попробуем вот как как вы мыслите проверим вот давайте поставим вас новые племени дать его десять тысяч человек и выдели вам какое-то необитаемый остров хороших климатических условиях вот эти десять тысяч человек на острове земля продал плодородная то все есть каждому выдали по топору и вас закинули на этот остров чтобы через три поколения надо моделируйте я могу так богатые и бедные будут через три поколения но теоретически да но кто больше усилить и предлагают а кто больше там кто умнее кто по сообразительному так вот тут какие-то богатые будут какие-то петли если мы заблаговременно вот как высадили сразу пьем тех людей которые должны стать пока что будет устроить классовая борьба это давайте просто маленько забьем палками отберем их топоры пусть они забитые на живые останутся все будет через три поколения если мы их просто подъем палками они нас обидится наверно что мы им не до наверно них будет обидно обидно на это поколение будет вот вне зависимости от обиды через три поколения все равно будут кто-то петли кто-то богат ничего нельзя поделать можно придумать классовую борьбу что дураки друг друга убивали все равно будут нищие богат через три поколения если допустим мы как сказать дураков откинем да например вот опять точно что месяц что мешает сейчас вот ввести стране на прогрессивное налогообложение до который в европе в каких странах сша есть почему в казахстане беде природную ренту да там каждому каждому родившемуся там какой-то процент будет идти от жирных ресурсов как бы в его на его счет накопительный почему нельзя в россии так сделать чтобы тоже было можно это будет не хотят ли не хотят власть поддержать это дело почему вот вы где эту информацию взяли где вы это прочитали много есть старостата да по которым показали эту информацию где вы ее прочитали тот же самый глазе сергей юрьевич платошкин вот глазев это конченый враг это это человек который однажды вот чуть нашу страну не разрушил он однажды стал президентом потому что он загипотизировал бабушек речу за него не проголосовали ему бы воперлись обратно в брежневскую эпоху с этим глазем вы бы уничтожили частную собственность потому что он коммунизм своих идейных убеждениях то есть вы только вырвались из коммунизма из этого из мифа о коммунизме из этого ущербного социализма и пришел бы глазе и мы бы уперлись опять в эту грязь это враг вот есть какие-то детали которые не меняют как картину целиком вот вы как считаете вот наша страна куда движется сейчас развитие демиликации ну как у всех по параметрам да вот полтора триллиона ну приблизительно один полтора триллиона долларов за все 30 лет было выведено странами из того чтобы экономика социалку медицину есть какие-то цифры там туда-сюда социалка куда наша страна в целом движется она развивается или она деградирует ну вот видно что как бы ну как люди люди говорят но в смысле люди говорят я вот ездил по московью да я сколько ни прижал почти в каждом городе все разбито но дорога вы где-то видите какие-то детали я спрашиваю про картину целом наша страна деградирует в целом или развивается движется вперед похоже что деградирует так вот этого это ваша оценка вам она кажется трезвой объективной не моя оценка на 9 лет падают доходы населения вот страна наша в целом деградирует а мы движемся плохую сторону это похоже что в передали раздробленности мы движемся к ноу к ноу к к монархе то есть царь батюшка там придворные шуты я про экономику спрошу команда это тоже все так же деньги пока выводится все так же за в час они сейчас турецкие лиры китайские там не всегда куда-то выводится как-то забудется каким-то способом возвращается что-то происходит с деньгами страна наша экономически деградирует или экономически развивается что деградирует похоже вот вы это ваша точка зрения ваша оценка вы в этом уверена да ну как бы сказать вы смотрите вот профицит дефицит уже в этом году уже огромный дефицит там четыре три года что есть показатель штатов какой дефицит так понятно ваше представление понятно так и вы писали что чем вы недовольны чем вы не согласны говорят например вот вы говорите да там что николай второй зачем я не я не зато я не так сказать не правда убийств никаких людей вообще вы знаете что при нем россия была до 1961 года интернете до какого года 1906 фу 1861 года люди были в рабстве до всех нас к николай у нас девяносто пятом году в 1895 при династии романов династия николай второй пришел девяносто пятом выбор можете про 861 это время разбирать вы разницу в цифрах понимаете что у вас развели как лохан по боли и считать умею логику тоже проходил школе 5 я не хочу делать сейчас но не хочу хвастаться просто я еще что если по дологе давайте давайте он николай походил расскажите не он лично но вот убили николая за то что не он лично что-то сделал правильно понимаю это было справедливо вот кровавое воскресенье да вы же знаете так нормально нормально что было плохое воскресенье людей убили 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 вот посмотрите откуда эти люди взялись откуда взялось вообще гуляющая по стране все везде и всегда откуда взялось знаете нет как это происходит хорошо и бунтовать а может жить очень плохо и не пунктовать в чем от чего это зависит понимаете если соглашается с его положением если он ну как бы скандалами то что привыкну гладловать народ начинает бунтовать от того что кто-то приходит его заставляет вот по россии системно работали началось это с таких народовольцев или народовольцев слышали такое слово народовольцы да да это такие бараны которые бегали по россии приходили крестьянам совали в уши какую-то ерунду как им хреново живется крестьяне говорили идите вы нафиг родовольцы жаловали жаловались что у нас крестьяне не понимают не понимали что и плохо посылают нах это все вот это были народовольцы народовольцы сами взялись нашей стране вот бараны какие-то начали бегать по стране и заставлять народ бунтовать вот толпа организованная бегает по вашей стране и заставляет народ бунтовать они сами взялись или кто-то проплатил я понимаю я просто вот навальный сам взялся или кто-то проплатил насколько я знаю там тоже связи из ельского асситета он уже учился в ельском асситете пунктущее быдло но саму не придется его надо взращивать ему надо давать деньги когда она начнет кидаться и собственно сломает страну примеры ломки страны есть как вот англия устроила французскую революцию жанна дарт да вот эти события не прожанута это я не как бы не смогли вот не интересует только не суть в общем у франции была французская революция есть куда француз там был в городах агиле и на рубеже головы люди пришедшие так сказать власти пунктари да это все было срежиссировано британцами есть куча исторических материалов французских и говорят что это вся революция была полностью устроена британцами то есть британия взяла и нормально устроила франция революцию и взятие бастили вот это вот вся бредятина большая сказка про демократию и решили францию организована такой систем вот франция тем самым перешла вассальное подчинение в британии вот все правящие лидеры франции в той или иной степени зависит от капитала капитал в той или иной степени замкнута британскую империю финансовую то есть получили такую марионетку и всем да такая демократия дальше все монархии по миру были либо святены таким представитель предстоительскому виду или уничтожен осталась реальная монархия британия про нее написано сказка что британия ничем не управляет на самом деле британия управляет и канада и австралии и вот этими колониями остальные вызывали так далее также британия через свои институты глубоко влияет на америка участвует во всех выборах в америке тогда когда появляется независимый кандидат типа трамп британия устраивает травлю этого кандидата американскими силами это вот реальность когда быдло какое-то в нашей стране начинала выступать воевать стергать режим это тоже была нормальная британская схема которая осуществлялась через различные институты в том числе и через германские австрийские и так далее непосредственно англия хорошо участвовала финансово у нас у нее были рутники по всей россии когда стал вопрос поджимания англии англия устраивала нормальные бунты рабочих которые получали по тем временам я не могу сейчас вот прям конкретные цифры но я в свое время считал переводила получал простой рабочие в те времена перевод на наши деньги ну тысяч по 150 рублей получал бы простой рабочий на поисках вот и эти люди при таком доходе заходили бунтовать по британской указке этого действия третий по франции что во франции на у нас вот эти площадь есть конкретно он пункты определенные специально британские буты когда был путавали наши рабочие на нашей территории от британских предприятий против российской власти это вот система дальше была куча вот этих революционных после народовольцев революционных идей движение растения страны информационная обработка взращивание дебилов типа тросского ленина засылание их страну и развал страны свою собственную страну на потеху британцев британцев потеряли кучу земель от этого поэтому мы потеряли через британский маневр с японии потеряли там китайскую железную дорогу дальний восток часть потеряли из-за того что британцы вот сами вот таким образом вы и танцы вошли в мурманск пошли во владивосток пошли центральную россию южная часть центральной россии британский корпус был такой это вот все 20 20 это происходило все в двадцатом веке британия заходила нашу территорию британия это все устроил вот это вот гибель нашей страны устроила британия почему гибель да а он почему бы гибель если страна ну подождите вот вы говорите что люди очень хорошо жили да но смысле так 150 тысяч на сегодняшний день это приводить но рабочие ну как бы вы же значит что рабочие на самом деле сколько не получали коммунистическую агитацию на британских рудниках рабочие получали больше чем по стране но по стране была зарплата сопоставимая как от 30 до 60 тысяч современных современными деньгами тысяч рублей получал рабочий это данные открытые данные исторические не все есть вы просто понимаете вот когда нашу страну захватили в конечном итоге коммунисты они начали врать о своем приходе проливать грязью российскую империю если восхвалять себя любви коммунистическая идеология она полностью создана британцами коммунистическая идеология создана британца карл маркс трудился в британии на британские деньги предыдущие пригласил его в британию где был создан кружок уже ждал почитатели карла маркса британские агенты они организовали ячейку для карла марса в британии карла марс создал эту псевдонаужную тупорылую бредятину который называется капитал который многократно нарушены законы логики это придет она служит для оправдания кровопролития в любой стране то есть в любой стране имеете начитавшись это предъятие как бы моральное право убивать всех и поставить свою какую-то власть свою власть поставить невозможно потому что какие бы местные течения внутри страны не были всегда сильнее будет проплаченная британцами крупка которая будет руководить матерый посол питания так и получилось в россии куча бунтарей разных мастей взрослые британии пока пошелись пока пошелись а потом власти пришли назначенцев кого британия сказала будете вы командовать и они поперли вот пожалуйста проски вот пожалуйста бень все выносит рассчитать ну вернее по этим как-то открытым источником когда источники не только достойные еще общался с людьми которые жили в то время которые рассказывали очень многие вещи которые не говорила это коммунистическая диалоги этот маразм поднимал с детства носить четвертом я уже понимал что происходит вот это вот чушь конкретно что вот этих митинги коммунические по октябрьской революции про власть народу так далее когда бабушка рассказывает какой год был минусинск что люди друг друга ели когда родственники приезжают рассказывать что было на украине что было с казачеством когда был такой революционер щетинки и его родственница живая приходила в гости к моей маме и они там считались на кухне готова как это все происходило когда очереди вот этих красных комиссаров которые резали людей рассказывали про своих пап это все вот понимаете вы живете в стране вот вот представьте большой девятиэтажный дом потом пришли какие-то дуры сказали давайте шестой подъезд вырежем имущество поделим это классовая борьба там от них короче стволочи что будет дальше что-то хорошее будет почему надо в нашей стране это делать это вот правда вот а революция мы вышли со временем из-под британского влияния в определенной степени благодаря талантам сталина в определенном просто карьеризму его просто национальной грузинской хват он поджал себя администрирование партии поэтому в конечном итоге забрал в стране устроим маленькой террор чека такого взбодряющего получил власть в этом плане стали вообще не самый плохой вариант но получилось что вот пришел сталин страну к власти украл тоже дошел до власть получилось так у нас вырезано казачество несколько миллионов людей вообще по стране вырезано битарить то есть что уничтожено вы знаете что был красный террор вы об этом знаете да и белый террор белый террор белый что такие белые знаете кто такие белые которые из космоса прилетели нет белые люди это наша страна вот белые люди белые гвардейцы это наша страна это власть нашей страны солдаты нашей страны а красные это придурки подчиняющиеся внешней власти британской вот наша страна наши люди пытаются бороться против британской агрессии внутри страны конечно не кого-то должно убивать поскольку не выбили быдло сразу вот надо было просто 2000 человек было революционного побивать на месте не было бы никакой революции мы их не убили и поэтому несколько миллионов наши наших лучших людей вот те которые люди защищают родину это лучше мы потеряли несколько миллионов наших лучших людей даже те люди которые могут создавать материальные ценности могут создавать заводы фабрики это талантливейшие люди это предприниматель мы их поубивали мы их по выгоняли страны ну и все подбирали поставили на на руководство их предприятиями посторонних людей где мы берем посторонних людей а ну вот этот вроде скучные там 20 процентов набралось скучных а дальше у нас 80 процентов серая тупая масса среди которой 20 процентов отъявлено я буду поставили их на предприятие естественно наша экономика будет подставать в результате дальше мы выключили рыночный фактор из экономики а когда нет рыночного фактора нет конкуренции у нас есть только план а планом вы можете держать только 20 процентов экономики взяли самых лучших талантливых людей поставили на отдельные отрасли от остальное у вас сыпется вам нет больше негде взять кадров вам нет нет системы проверки кадров вы не можете эффективного собственника вы на нем не написано вы утратили возможность решили людей возможности быть предпринимателем честно предпринимать а это кадровый состав честные предприниматели просто предприниматели это кадровый состав который может создавать производство предприятия конечно продукт конечно там стиральная машинка кухонный комбайн и так далее из этого не как телефон и прочее то есть где вы взяли путь к ту которому пришли вам ему дали британцы даже не обрабатываем даже вот если бы обрабатывали да там ну из деревьев делали как не то не просто было понятие социалистическая интеграция а что такое социалистическая интеграция а вот но не суть это вот реальность социализм не имеет никакого отношения коммунизм это просто прописано специально придуманы бумажки от карла маркса она слабоумна это бумажка вот социализм это абсолютно отдельная вещь не связанная с коммунистическим способом ведения хозяйства социализм как я понимаю это вот так сказать перераспределение средства но грамотное распределение средств то есть не все сейчас владельцам завода пароходов что там еще фабрик гидроэлектростанции атмосферной станции в атомной станции гидро не куда они генерируют там денег у них там выручки не выручки социализм это форма которая достижима без коммунистической идеологии более того коммунистическая идеология это вреднейшая вреднейшая для нации для любой нации система которая может привести только загниванию на все поэтому кому надо успокаивать медленно им объяснять и отдалять от власть по максимуму хорошо допустим да хорошо понятно британцы до влияют через этих на устраивать как хорошо ведемся к нашему времени вот как быть с кадровым с кадровой проблемой которая стоит по поводу министров ну вы же знаете слышали на то что нам недавно относится данных министры промышленности до мантуров предложил не научиться что ли по сказать быть ну в общем мясо личинок мух нам предложил есть к этому готовится как вы сказали здесь я не сомневаюсь помогал это есть я не знаю где где мы взяли эту вещь но смысл такой это технологии не знаю там лет 30 или 40 они лет назад слышал слышал ее аргентине и едино и не надо ли есть людям это нормальная пищевая добавка для скота грубо говоря вот задача что мы делаем когда производим продукты питания мы наращиваем на нашей планете какую-то биомассу да вот вам надо получить готов там цыплят или готовых поросят или готовых телят нам надо их на чем-то выкормить этого нам нужен корм вот самый легкий способ растить биомассу то действительно вот эти мухи в аргентине я смотрел очень интересный ролик как они просто этого личинок мух культивировали брикетировали потом и использовали как раз сельском хозяйстве для корма до корма рыбы для корма птицы и так далее но сама технология позволяет эту биомассу эффективно наращивать ничего страшного в этом нет а если для скота просто есть видео видео где он говорит ладно это хорошо мы это опустим но все живут нас сейчас вот похоже что вы согласны что кадровые проблема стоит у вас кадровая проблема следующая ситуация мы работаем с тем что есть мы не можем этих людей выкинуть и купить каких-то новых хороших людей это наша земля да что у нас есть вот какие мы есть такие мы и есть мы из нас берем кадры мы же их не на венере где-то набираем да мы берем сами из себя где где мы сами из себя можем взять нормальных кадров когда мы их кадры нормально это что это люди способные мыслить и получившие качественное образование во всех направлениях до способные работы трудиться до нормальные кадры мы не можем дать нормальное образование не в историческом и естественно научном плане и где-то писать если в плане экономики истории мы людям прием вы вырастили 300 до дебилов первое стадо коммунистические дебилы второе стадо либеральные дебилы 3 стада просто дебилы набрать кадров из какого стада мы должны мы сами себя уничтожили интеллектуально нам надо просто начать давать грамотную информацию людям воспитывать их людей получать нормальные кадры у нас по команде которая которая на управление россии у нас там разноплановые есть и либералы и коммунисты и так далее у нас полный пакет как бы всех течение политически но в среднем ребята довольно таки эффективные вот они эффективно делают вот если мы наберем какие-то другие средних построения не так что они заработают уж вы вам не нравится эти вы можете давайте вы своих знакомых можете каких-то более лучших кадров которые более эффективно будут работать найти то есть у нас есть возмущение но она не результативно не то что возвращение просто смотрю на это как бы хотелось бы лучше всегда всегда хочется лучше но просто я фундаментально не согласен с вашей оценкой что ваша страна дегратирует наша страна развивается и прогрессирует просто по поводимым предприятиям по динамике пуска предприятий в экономику отследить и вот мы перекрывали просто значимые позиции когда-то не попалась на глаза статистика сколько мы полимеров завозим да тут той же этой крошки полимерной для для мы завозили семьдесят пять процентов или больше кружки для производства простых бутылок пластиковых и думаю было бы хорошо глобальное предприятие поставить у нас стране чтобы мы не завозили несколько лет проходит я узнаю о том что это предприятие созданное устроить и так далее чего не коснись грамотный такой стратегический подход дальше вот если мы 70 лет уничтожали предпринимательство у нас в результате получилось у нас нет ни у кого навыка предпринимательства ни среднего ни крупного то есть мы даже не можем просто раздать деньги людям развития производства эти деньги улетят в помойку просто они не приведут наращиванию производственных мощностей у нас нет кадров вас кадровый дефицит и как-то решить кроме эволюции эту проблему невозможно мы идем с нашими кадрами такими как есть обратно возвращаемся состоянию до семнадцатого года когда у нас были предприниматели все и мы взращиваем туда же возвращаемся в ту же стадию чтобы дальше развивать страну так хорошо а вот у нас допустим вы знаете да там двадцатом году ли девятнадцатом были очень большие пожары в сибири очень много лесов и лукашенко например ни одного дерева не сгорело по беларусь но по пожарам я придерживаюсь версии что искусственные пожары это специальные пожары специально чтобы скрыть это ну это специальные пожары это обработка людей чтоб они жгли людей да этому возможно двумя способами первый способ это брать непосредственно подготавливать людей чтобы они ходили такие пожигатели пожигали леса а есть второй способ это когда в мои месяцы вы в социальных сетях массово выбрасываете рекламу шашлыка вконтакте когда ли так прочее это значит несколько миллионов людей поедет лес жарит шашлык посмотрев на эти картинки из этих миллионов людей найдутся тысячи людей которые не грамотно обращаются с результатами к островой деятельности которые не заливают водой да и так далее свой костерочек все это будут там какие-то пожары вот это реальность ну скажите вот мы можем вот вы они вы говорили вот вы же знаете да то что россия входит всемирную организацию здравоохранения выполняет прямые рекомендации полюбов международных давайте к этому вопросу подойдем так россия должна коммуницировать организации какими-то мировыми или не должна как коммуницировать ну как бы не желательно не в ущерб вообще ну это полезно не полезно вот как-то взаимодействие с какими-нибудь организациями вообще нельзя ни с какими жить надо тем лучше я не спорю нет я не расслышал чем больше что больше друзей тем больше партнеров вот организации разных вода вот есть комитета здравоохранения некоторые не под хорошим флагом как бы все хорошо добрый хорошей организации есть или сих управления не перехвачена британцами если там в рамках хотя к организации и производится отдельная эта тема да тут то что наши коммуницируют с возом сказать да вот топором можно пальцы себе отрубать а можно деревья бревна дело до дома строить это инструмент рыба организации инструмент вопрос как им пользоваться и это все уровень квалификации специалистов вот у нас сейчас уровень квалификации вот сравнить козырева и лаврова два министра иностранных дел что можете продавал сказать про 2 до 2 2 не надо такое поведение как будто он из подворотни какой-то то он говорит там с павлины с павлидами пообщайтесь а то д было и там типа чисто сказать не институт благородных девиц не такой интеллигент дипломата как непосредственно лавров защищает интересы нашей страны козырев интереса нашей страны продавал но был такой интеллигентный душенька ну я понимаю да то что как же так он защищает до лавров что мы остались практически без союзников даже я допустим понимала что европейские страны нам как бы получается уже не союзник они остались без союзников но союзников союзников союзник это вообще такая сложная тема вот у британии нет союзников у нее холопы есть у штатов посалы холопы это не союзники это стадо холопов загнула их можно называть союзниками но если руководство польши управляется штатами британцы скажут польша ты воюешь и поляки начнут умирать поляки начнут умирать потому что сказали британцы штаты вот это утрата суверенитета украине британцы сказали вы умираете гибните дохните пейте с русским и вот эти агенты британские выгнали народ биться это подготовка нормально что ты долгое время сопротивлялись потому что у штатов координация другая была они против британского вектора маленько тормозили но потом все обайдона взбодрили и поперли штаты ориентировались на борьбу с китаем в первую очередь в танце ориентировалась на борьбу с россией версия британия победила штатах вот еще один из показать то есть вся вот эта вот схема то что исполняет британия штаты если британия это невидимая финансовая империя которая управляет ира в том числе штат штаты финансовый капитал управляет штатами просто не называем что это британия британская империя управляет миром все по тем или иным соусом британские для службы управляют миром британцы стригут деньги со всех конечно мы только они не выпячивают себя не вроде как маленькая монархи частная монархи а глобализм это британский проект так далее реальность такая что наши кадры мы можем только постепенно образовывать все и у нас не такие плохие кадры вот часть нашей страны умеренная во взглядах а часть радикалы для правые или левые причем не принципиально он может быть сегодня быть правым завтра левого протекала даже так вот такая схема просто зависит от строя психики оптимист или пессимист пессимист недовольный начинает воевать выяснять справедливость он управлять вот каспаров это нервный человек определенной скоростью мышления комбинаторной раздражен тем чего не понимает вообще вот просто готов кидаться на все он у нас либо раз кончен выбирал он однажды выдавал такую чужую слушал про забавно было едет куда-то заскочить булавка в какую-то окошко было недостаточно кассиров и он развел монолог что даже не в состоянии достаточное количество кассиров посетить поставить в отделении что надо было стоять вот и ушел через этом скандал в раздражение в истерику то есть что такое поставить лишнее количество кассиров почему-то желание да это лишнее рабочие места это не понижение рентабельности не рационально люди стоят такое количество которое могут экономически целесообразно вывозить он с этого нервничать ну то есть этот строй психики зависит это не от логики не от здравого смысла это просто таких эмоций и настроений вот снова выбирать спокойных людей их постепенно образовывать да мы насадили вот этими смертями нужных потратами лучших людей во время революции во время великой отечественной войны потрата вот эти генофонда нашего мы когда убиваем тружеников убиваем экономически состоятельных людей мы оставляем понижаем свой генофонд утратили ну у нас все равно есть чем работать на все получится если мы этим будем заниматься и буду нормальные кадры нормальная руководство нам не скатываться в революции потому что эволюция постепенное преобразование сторону разумности в сторону качественного образования но как и угли как раз они и привели там что у нас сейчас люди даже с грамматическими без грамматических ошибок не может не могут написать я недавно был поликлиники ну там на медицинском инвентаре прям ошибки грамматические названия так вот конечно не знаю может быть это тот кто там писал вообще как бы исследование же сейчас проводится то что молодежь как сказать не имеет абстрактно думает косточно разрывными такими как сказать ну в общем как бы как посчитать ведь ранее сколько советское образование было лучше чем угла и это сейчас до до 55 года образование было лучше потом его сломали уничтожили до 1955 года в эту советское образование конкурировал после его после 55 года советское образование было уничтожено британской деятельностью британцы завалили своими премиями британскими бельгийскими французскими завалили некого калмогурова математика псевдо математика после этого не сломали систему образования когда детям вместо достоверной информации в объеме доступном к усвоению завалили недостоверной информации в объеме недоступном к усвоению все дети перестали понимать когда ребенок перегружен в одном направлении образования он теряет в другом направлении образования то есть была поломана система такая ситуация образование надо полностью аудировать будет проводить 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 допустим понятно что если там сюда приялись с конца девятнадцатого века правильно понимаю что британии на вашу страну влияние на нашу страну гораздо раньше вот наша страна сербы раньше вот сербы сербы это у нас странная европа вот сербы воевали в наших подразделениях во всех наших войнах эта часть нашего народа полноценно вот есть описание героев сербов воюющих там в русской японскую войну какие-нибудь подвиги совершали то есть нормально наши ребята это вот наша нормально войсковой объединение теперь наша страна да мы говорим вот часть европы она была нашей дальше константинополь свое время в дату резкая это наша реально наша общность общность культурная общность только наши войны там могли ходить с оружием да хотел посмотреть этот фильм еще раз советском союзе вышел фильм про византию как раз показывающий русские русские корни одного исправители византии это все нормально хороший документальный фильм его больше нигде не могу найти если кто-то кто-то помнит как назывался этот фильм пожалуйста напишите в комментариях а вот теперь кто у нас свалил византию то на свои свои свалил константинополь это британцы которые организовали с помощью ватикана крестовый поход на византию короче дом вот крестовый поход на центр православия это как это уже получается века какие гораздо раньше чем века то есть это постоянно вот это вот происходящее дальше высадки британцев во владивосток это какие года старые высадки которые поселенцами колонистами были отражены так там владивосток там еще там другой еще населенный пункт упоминался это все надо просто исторически смотреть это старые истории это постоянная борьба просто постоянная борьба дальше наши колонии в мире вот в америке было много наших населенных пунктов на территории сша порт роз и так далее это все уничтожено уничтожено кем деятельностью колонизации америки деятельность по колонизации америки кем организован британцы и до с этого полос то есть это острова как они же бандиты разбойники ну это это виктор который организован британия у вас вот вы британия засидите на острова да у вас есть там россия такая которая рулит материком да вы конкурируете с ней в морском плане да где-то пересекаетесь конкурируете вам если вы доставляете россию саму собой биться славян самих себя убивать да вы получаете доступ каким-то кусочком вот смотрите когда русские цари начали московию формировать остальная же сибирь была заселена теми же русскими людьми маньчжурии были казаки до ермака вот эта территория была заселена русскими людьми славянами а вот дальше когда когда вы меняете власть начинается московизм поскольку эта часть остается уже вычищается вся история вот этого правого крыла по сибири а становится неведомой она вся убирается до этого чистка была по христианству до убрали всю старую историю до христианства то есть обрушена традиция то есть а если вы нарушаете вот этого правую часть государственность да то вы можете забирать периферию а что там при филипла сибирь была аляска русскими переселенцами заселена было побережье америки заселена переселенцами русскими на вы можете это все уничтожать забирать себе потому что централизации власти уже нет там несколько волн было по колонизации америки русской каждый раз после смены власти приходилось создать новую волну опять это заходить когда находят следы русского торгового присутствия на америке нас материалы когда телевизионные материалы когда и попадание каноническую систему освоения америке по датам со следами русского присутствия то есть мы в результате вот стирания вот этого всего мы даже сейчас не знаем как она есть дальше отрывание нас и и скандинавии друг от друга мы когда-то были одним целом культуру то скандинава эти территории были тоже наши дальше нас заставили сами себя повоевать и растащить вот если отслеживать кто организовывать все войны европе по фактологии получается что-то британские все дела все с участием в британии этот в обозримых веках все с участием в британии и как бы можно дальше гадать а в глубь веков чего это было влияние когда есть большое подозрение что и в глубь веков это все делала британия вот а по принципу вот не обитаемый остров обмельник его усыновленная дочка от кого она забеременела может она забеременела от чайника для дождика или одну чему все таки вот тут то же самое получается с британией такого игрока то больше нет а аляску продали тоже по причине чтобы с ней ну как сказать чтобы эту проблему как бы вот здесь я выводы не могу делать меня по аляске вот единственное соображение что что делал британский офицер не шесть с первыми большевиками в архивах министерство иностранных дел россии первым делом после госпереворота вот этого революционного октябрьского закрытые архивы российской империи были допущены британцы которые что-то делали вывозили документы то есть чтобы там не было там дипломатические переписки все они попали в руки британца то есть вы могли а когда у вас все документы на руках вы можете навязать подвластному вам коммунистическому режиму в россии любую трактовку по продаже аляске не по продаже аляске по золотому запасу они будут бормотать или лошадные коммунисты пришедшие к власти с вашими усилиями они могут лопать чего угодно своему населению эти лохи будут это чавка вот это вот позиция в этот документальный файл что британцы дошли сразу после революции в наши архив какого хрена спрашивать вот еще одно доказательство если британцы не мыть либо воду до в россии то есть мы были даже при царском режиме выпустили человека в козназ то есть он в этом сделали быстрее французская выставка она была до революции мы были самой развитой страной в европе и в мире судя по вызову там были и стиральные машинки и так там много чего было отзывы о нашем предпринимательстве они колоссальны до этого уровня после этих всех революции выплывать пришлось очень много десятилетий приблизиться к ну просто сломали свою прогрессивную обгоняющую всех страну на потеху дебилам мы сломали свою страну за буйство из-за того что нам навязали в эти коммунизм эту порывай уничтожили свое будущее потом нашим гражданам стало стало стыдно что они граждане такой страны мы ломали страну еще раз не путем эволюции пойдем этих дебилов яйца на которые развалили вот куда могла отсоединиться и батрика если прибавка по документам куплена земли прибавки купил русский царь свое время за деньги куда она могла из империи выйти каким голосованием вот эта вот система по развалу страны заложено как раз британцами во время коммунистического формирования они коммунистов просто отрабатывали сценарий вам сказали делите страну на республике вот вам пожалуйста они же чуде вот они сразу проводят вот сейчас несколько дебилов лондоне провели голосование о выходе республик из состава россии вот все же новости дебилы в лондоне несколько эмигрантов проголосовали о выходе из россии уральской испугнулся создают форму для выхода дробить надо хотят раздробить да 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 это вот и души так чего там думать еще несколько дебилов с ним все реально в лондоне они это мутят и это процесс через несколько десятилетий столетий будут говорить что это вот факт это решение народа понимаете вот я был на концерте группы группа называется аргмак вот товарищи неплохой звук а вот и тут они концерт этот торгамак это рук и говорят а вы знаете что столько-то лет назад в лондоне была разглашена независимость там или чудо такое нашей республики нашего народа то есть вот они британцы создают вот это вот центробежные силы любым способом вот и вот у вас группа аргамак это башкистская группа да вот они за из заявителя при трассировали этот документ дальше это не просто вот какое-то явление отдельно случайно это подготовленная система я тут как-то читал лиц и на ези молодежи сибирских народов новосибирске общался с ребятами якуты тувинцы как раз и алтайцы все до народа сибири все сориентированы на выход на суверенность на самостоятельность на отделение на еще подброшенным проект создание республики сибирских народов вот такие вот бросаются схемы в открытой беседе поспрашивал ребята вы можете спрогнозировать что будет вот если вот вас объединить в республику сибирских народов чья диаспора идет к власти что буду делать остальные национальности когда узнают что вот именно эта диаспора пришла к власти вот что вы будете делать как это будет сможете какое время сможете выжить дальше привел пример ну с тем же маммаром каддафи что значит один взятая маленькая республика находящаяся на природных ресурсов якутия например и может самостоятельно создавать систему сколько она удержит свою землю и так далее вот такие простые вопросы для них это удивление начинают это осмыслять поднимательные ребята то уж сами вот очень активны очень замечательные яркие ребята им закладывают это проработка 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 это системная проработка на разделение нашей страны на создал на создание вот таких вот эволюционных настроений это британская работа дальше через какое-то время британские вот эти фонды были деятельность была в россии прекращена массовая потому что он прям куча была на создал фондов и по телевизору я посмотрел что как бы значительно часть и было остановлено и попросили в территории россии выйти ну они теперь косвенными путями и да и продолжение вот этих вот такая ситуация это реальность дальше по вашим деятелям как этого история как популярного спицын до спицын платошкин вот эти все товарищи груди не если вам какой-то вот этот вот проповедник коммунистической идеи и рассказывает правду про коммунизм если он вам не сказал что это британская портянка созданная для разрушения экономики стран значит это агент влияния понимается он это не понимает или просто полезный идиот от влияния реально подготовлены засланы казачок агент влияния ну скорее всего полезный идиот это враги русской цивилизации вот эти все груди не на зюганов платошкин это враги глази это враги нашей цивилизации подожди платошкин когда в миде работа уже германист германист он защищал нашу страну как бы вот вот видите нас идиота она чем замечательно он ради хорошей идеи может творить глупости потому что он идиот он не понимает некоторых вещей вот человек который думает что детей находят в капусте он может вместо роддомов капустных полей наделать будет думать что так хорошо вот если человек думает что коммунистическая идея это действительно прогрессивно этот человек доведенный до скотского состояния быстрительного а скотинины товарищ нет коммунизм не говорится социализм то есть мирное существование ну то есть чтобы крепкая была страна для них единственная идеология это марксистская идеология марксистская идеология это идеология однозначно трактующая социализм как предварительная стадия коммунизма достижение достижение коммунизма подразумевается через общественную собственность на средства производства то есть это все вот это гнилая маркс маршовская система придуманная британцами специально для развала 3 сортных стран носители гноя это вот люди которые ходят из каждую кастрюлю искать гной куски какашек детям на кампус приходит закидывать говно кастрюли на кухню да в детские столовые вот это такие люди они приносят этот гной или кидать в голову детям дети им верят этим вот моральным уродом если он сам с помощью своего мозга не может разобраться в этом врет об этом и дает достаемную информацию об этом уже не рассказываю что это все продажные шлюхи из-за бугра забрысали россию всякими листовками с этими революционерами оружием и так далее он же не рассказывает это что не совершили государственный переворот значит это враг нашей страны это вредитель который обманывать и взрослых туда же относятся все эти писатели современные цахара прилепим врага ваша цивилизации гоблин пучков враг нашей цивилизации они оболванивают вот этой слащавой коммунистической идеи наше население наше население в силу уже перед отдаление исторического от этого ужаса который был нашей стране они видят в этом какой-то светлый образ они не имеют об этом представления не думаю что там что-то хорош вот это люди которые пытаются нашу страну обратно привести на этот путь обратно в отставание мы же когда бы но я понимаю что как бы да понятно что если ленин да там все вот это понятно что британское влияние но все-таки в ссср то мы были очень лидировали по многим по многим параметрам среди стран мира но вот представьте вы должны были ехать светлое будущее вместо этого ваш поезд развернули направили в жопу и вы такие едете на этом поезде у вас еще остался человеческий потенциал и там это да у вас успехи у вас все хорошо мы едете вы понимаете что вы едете вот что сказать хорошо это я понял ладно хорошо сейчас вот для нашей страны вы говорите сословия хотелось зачем нам нужно сословное общество сословное общество у нас невозможно вернуться словно может потеряли это все разрушили перемешали традиции не говоришь то хорошо у царь батюшка нам для чего нужен мы не сможем получить своего царя батюшку это уже нереально говорили что ну ладно я бы я говорил что монархия это была наиболее безопасная прогрессивная форма что она сильнее чем все остальные вы не превращаетесь колонию если у вас есть монарх это защита от вашей колонии если бы у польши был монарх независимый больше бы не было колонии британии она колония британии польши если бы у нас был было монархи мы бы не были колонии нас бы не превращали в колонию вот я про это говорил но сейчас мы монархи уже нереально какую-то нам построить это наехать называется нам негде взять своего монарха чужим нам не нужны вот тут нам надо построить систему безопасности вот наша страна зависит от придурка от первого придурка прокрашивался к власти вот мы шли в одном направлении придет другой придурок мы пойдем в другом направлении некорректно выразился но смысл понятным гербачев пришел пошли в другом направлении мы зависим от придурка от первого придурка оказавшихся у безграничной власти пришел яйца мы пошли в другую сторону если бы путин не пришел бы уже развалить что вы говорили нам нужна рыночная экономика чисто рыночная и смешанная хоть там какие-то вот сектор однозначно нужен но всегда есть при любой рыночной экономики в сектор должен держать основные направления которые и должно держать государство но эффективность экономики именно в рынке а вот вы говорили что то что мы постепенно идем потому что пенсии не будет кого то есть как создать я говорю что вот это вот вся пенсионная схема это вранье у самого начала становления построение этих зданий пенсионных фондов по россии гигантских и так далее говорю что то вранье что пенсии не будет вот этих ваших программ пенсионных не будет это все поменяется лишняя лично настройка пенсионный фонд это все социальное обеспечение людей мы все равно вышли на данный момент как я понимаю все равно какой-то стереотипной пенсии до плюс еще по возрасту плюс небольшие какие-то настройки такие косметические в принципе что это такое распределение средств вот вот вместо пенсионного фонда вот этой всей заморочки с этим совсем легко бы справился элементарно сбербанк образно для этого не надо создавать в каждом городе строители великое здание создавать там кучу чиновников вот этого чего на хрен не нужно при современной компьютеризации с этим может справиться вполне себе короткое количество людей это значит мы не будем ежедневенцев владеть вот что такое пустой чиновник который выполняет пустую работу вот вся государственная настройка должна не превышать там какого-то количество процентов по затратам вот не больше например 12 процентов и знаешь какая цифра эффективна должна быть цифра что расходы на госаппарат не должны превышать сколько-то сколько чтобы не не работали на эту долбанную бюрократию это невыгодно вот эти все экономические схемы должны быть прорисованы построена у нас получается что кадровые реформации какие-то под отдельного чиновника мы выдумываем новое министерство так далее так прочее сейчас вроде как успокоилась устаканилась ну примерно такая суть во многом с вами согласен такие вещи говорите но я не согласен в принципе я не согласен что мы во-первых движемся в плохую сторону я считаю что мы двумя нашей страной движемся в сторону развития и неплохо идем я считаю что очень много вопросов требующих решения но бы их решаем я считаю что мы движемся в положительном направлении с пессимизмом я не согласен 9 9 лет падает доходы до посчитали что улица на десять процентов уже упали в общем то есть получать сообщение вообще дохода не растут очень дорого нам обходится во-первых именно такие деньги и платят просто странению очень большая пропасть между простым рабочими и вот и министрами например огромное просто министр там миллионы месяц допустим а вот на заводе там социалки в регионах люди получают про там если не меньше даже пятнадцать тысяч пятнадцать двадцать тысяч там у доктора ну вернее у медицинского работника региона очень маленький зарплаты это это да это край это очень плохая ситуация решать надо это однозначно надо решать надо решать делать помимо этого всего по заработной флаг платы персональной счета граждан россии на которые ежекватайна должна опушиваться сумма процент сбора общенационального со всех там продаж и полезных ископаем так далее так прочее просто на каждый счет каждому гражданину должна опушиваться определенная сумма заставить но не это просто надо сделать эту идею популярны для этого она должна получить информационное распространение и мы к этому придем не одним способом другим или когда у нас разорвется наша разумная цивилизация наши ребята будут сидеть в думе и будут эти вопросы решать поднимать ставить это все придет мы готовим базу для этого а а Продолжение следует... Продолжение следует...